Взрослые и дети сели за парт и писать диктант. Географический. Всероссийская акция прошла уже во второй раз, а в Уссурийске впервые. Проверить свои знания жители города смогли на двух площадках. В Суворовском училище, где писали диктант только воспитанники, и в гимназии номер 133, куда пришли все желающие. Они заполняют свою фамилию, имя, пожелания, конечно. Некоторые хотят анонимно, некоторые нет. Вот пол, возраст, ну и всё, ничего особенного. Анонимность – одна из особенностей акции. Чтобы узнать свой результат, достаточно запомнить номер бланка. Код индивидуален для каждого участника. Александр Легун – один из тех, кто воспользовался возможностью остаться инкогнито. Прошлогодний выпускник побоялся, что за несколько месяцев растерял необходимые знания. Но, как потом оказалось, стыдиться нечего. Все сидели в таком положении, ой, как сложно. Но мне на самом деле было отчасти легко. И большинство вопросов я помнил легко. А вот там посложнее, что было, приходилось задуматься. 30 вопросов разной сложности с условными обозначениями, фрагментами карт и литературных произведений. Школьники, а их большинство, восприняли диктант как олимпиаду или пробный экзамен. Сейчас в 11 классе, получается, в конце года сдаем ЕГЭ учебного года. И это все-таки проверка знаний. Я вот смотрю, есть вопросы, которые есть и в пробниках ЕГЭ. То есть, я думаю, что это поможет нам на экзамене. За партами не только уссурийцы. Из школы поселка Ярославский Харольского района приехала целая делегация во главе с учителем Марией Дерябиной. Педагог старается заинтересовать учеников географией и очень расстроена, что эта наука оказалась в тени. Лично мне обидно, потому что сейчас убрали экзамен при поступлении даже в педагогические институты на факультеты учителя географии. Убрали с таких факультетов, как туризм, экономическая география, в таможне и так далее. Написать диктант россияне смогли и онлайн. За три дня тестирования прошли 95 тысяч жителей нашей страны. Максимум 100 баллов набрали только 329 человек. Средний показатель 65. А результаты тех, кто написал диктант очно на площадках, будут известны только через месяц.